Дорогие друзья, приветствую вас. Вот мой портрет. Так, давайте мы с вами рассмотрели эту памятку. Давайте посмотрим теперь, какие именно документы, как это все выглядит. Значит, первое заявление о выдаче разрешения на временное проживание в двух экземплярах. Тоже в отдельном видео есть разбор, как заполнять. Смотрите по ссылке. Второй пункт. Две личные фотографии размером 35 на 45. Вот, хорошо, что непринятое заявление. Две фотографии у меня забрало, но хорошо, что оставилось еще две, так как в фотоателье две не делают, а делают по четыре. Ну, во всяком случае, у нас. Так что сразу был запасной вариант как бы предусмотрен. В черно-белом или цветном исполнении с четким изображением лица анфас, без головного убора, лица без гражданства, предоставляют три фотографии. Допускается предоставление фотографий головных уборов, не скрывающих овал лица гражданам, религиозные убеждения которых не позволяют показываться перед посторонними лицами без головных уборов. Для граждан, постоянно носящих очки, обязательно фотографироваться в очках без тонированных стекол. Третий пункт. Удостоверяющий личность. Как мы делали, как я вам упомянула в другом видео об этом инциденте, что по причине, по которой у меня не приняли заявление, удостоверение личности гражданина Республики Казахстан не годится для подачи РВП. Поэтому здесь документ подразумевается только паспорт, загранпаспорт. Давайте сразу подпишем паспорт. Сертификат о владении русским языком, знания истории России и основ законодательства Российской Федерации. Или документ государственного образца об образовании на уровне не ниже основного общего образования, выданный образовательным учреждением на территории государства, входившего в состав СССР до 1 сентября 1991 года. То есть, если у вас есть этот пункт, то сертификат вам получать не обязательно, не надо. Вы предоставляете, собственно, документ об образовании, о среднем образовании. Так, я могла бы предоставить диплом. Ну, если у вас с собой нет аттестата, диплом, по-моему, тоже годится. Выданный до этой даты на территории государства, входившего в состав СССР до 1 сентября 1991 года. Так, или документ об образовании или о квалификации, выданный лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию на территории Российской Федерации с 1 сентября 1991 года. Я обращаю ваше внимание на то, что здесь указано три пункта, да, они взаимозаменяемы. Если у вас нет сертификата, но вы закончили учебное заведение на территории СССР до 1 сентября 1991 года, то вы предоставляете его либо документ об образовании или о квалификации, выданный лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию на территории Российской Федерации с 1 сентября. То есть, если вы родились позже и не могли физически получить до этой даты документ об образовании, то тогда только с территории Российской Федерации вы можете предоставить документ об образовании. Ну, в общем, в моем случае это был... Я предоставляю вот этот документ, причем его копию. То есть, я даже не показывала, собственно, документ, хотя, конечно, работник должен... Ой, а где он, а где он, а где он? Слушайте, а у меня его не... А у меня его не взяли, да, в работу? Ха-ха-ха. Смотрите-ка, нет, не взяли. То есть, подошел только диплом. Достаточно было диплома. То есть, аттестат... То есть, о самом вашем высшем... Самое наивысшее образование пошло в работу. Аттестат, значит, был не нужен. Хорошо. Так, дальше. Таким образом, вот у нас. Дальше идут медицинские документы. Пятый пункт. Сертификат об отсутствии у заявителя заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита, ВИЧ-инфекции, в течение 30 суток со дня подачи. То есть, медицинские документы у нас имеют определенный и довольно короткий срок действия. Вот. Поэтому их можно делать в последнюю очередь. Но к этому мы вернемся позже. Так, сертификат. Вот он мною получен. То есть, пошли... Вот у нас в ОЛАНУДе это спид-центр. Ну, в вашем населенном пункте, вероятно, тоже. Сдаете там. Стоила эта процедура 523, по-моему, рубля у нас в ОЛАНУДе на декабрь 2017 года. Вот. Дальше. Справка наркологического диспансера и медицинского... Так, справка наркологического диспансера. Это тоже отдельный документ. Вы идете в наркологический диспансер и сдаете... Так, вот оно, медицинское заключение. Вот, собственно, справка из диспансера о том, что я не являюсь наркоманом. То есть, вы сдаете там мочу и... Кровь не брали, только мочу. И их проверяют на предмет вот этих нарк... На содержание наркотических веществ. Вот так. Все остальное, медицинское заключение, это один документ. Он включает в себя так, что заявитель не страдает ни одним из инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих. Туберкулез, лепра, сифилис, хламидийная лимфогранулема, венерическая, шанкроид. В течение 30 суток со дня подачи. Вот с этим у меня вышла такая небольшая заморочка. Я пошла... Мне сказали, все остальное, вот, медицинское заключение, берете по месту жительства. Я живу в 140-м спальном квартале. И у нас по месту жительства получилось, что амбулатория 8 в поселке Энергетик. То есть еще нужно ехать чуть дальше от города и туда пойти. Потом выяснилось, что в этой амбулатории... Я, конечно, пардон, что гружу вас такими подробностями. Меня перенаправили в другое место. Оказывается, в нашем прямо квартале открыли амбулаторию, которая работала первый день. И явившись в первый день с открытия этой амбулатории, я не достигла результата. В этой амбулатории работал только один терапевт, один педиатр, один аллерголог случайно завалявшийся. Ну, между прочим, хороший аллерголог. И менеджер, как называется, человек, который на рецепшене стоит. Ну, и технический персонал. Так вот, я не смогла им объяснить, какая справка мне нужна. Мне выдали такую бумажку, на которой даже не было штампа заведения, которое я выдала. Вот. С трудом мне удалось объяснить, что вообще требуется. Мне выдали вот такую бумажку, которую тут же выкатили, распечатали, штампик врач поставил, все. Конечно же, в ОФМС у меня ее не приняли. А сказали, что нужна такая форма синего цвета. В общем, короче, я искала, я пошла гуглить платные заведения, но выяснилось, что справка, медицинское заключение для иностранного гражданина, так ее обычно называют для краткости, выдается только государственными медицинскими учреждениями. И у нас, если вы живете в Октябрьском районе города Олан-Удэ, это городская поликлиника номер два. Там сразу же без вопросов на кассе вам выписывают вот эту форму. Она двойная, видите, она повторяет. То есть она, видимо, отрывная часть, одна идет ФМС. Ну, в общем, куда-то эти формы раздаются. Они одинаковые. Вот здесь с этой стороны и с этой стороны одинаковое содержание. И внутри тоже на этих двух страницах одинаковое содержание. Вот такой вот бегунок выписывается. И здесь расписано. Вклеивается листок, и здесь все расписано, куда вы идете, что сдавать. Видимо, на РВ придется мне сдать, как я понимаю. То есть моих вот, то, что я в спеццентре сдавала, этого недостаточно. Ой, подождите, я же была в кожевиндиспансере и сдавала там, ну, не полностью. Вот не все вот эти болезни перечисленные мне сделали обследование только вот на одну из болезней. И, я так понимаю, остальные остались необследованы. И, видимо, это даст анализ крови на РВ. Дальше. Флюорография в двух проекциях. Заключение врача-инфекциониста. Заключение врача-дерматолога. Заключение из республиканского противотуберкулезного диспансера с результатами флюорографии. Сертификат об отсутствии ВИЧ, он у меня уже получен. Заключение у врача-нарколога тоже уже получено. Заключение председателя комиссии проходится, проводится в этой же поликлинике. Ну, так вот. Значит, то есть, я вам сказала, вы получаете только... Идете в спеццентр, сдаете отдельно. В наркологию идете отдельно. Дальше вы идете в поликлинику. Ну, вот в случае в нашем городе Вулан-Удэ. Вы идете в поликлинику. Вам выписывают вот это. Вы проходите по пунктам, которые вам указывают. Едете только после получения этого. Едете в топ-диспансер. Что тут еще? Ну, все. У меня получается только топ-диспансер, сторонняя организация. Остальное у меня уже получено. Остальное все проходите в этой поликлинике. И вот я сразу же прошла эти... Там тоже в определенные часы, обратите внимание. Но меня приняли. Я была уже после двух. Приняли с замечанием. Но приняли. Поставили штампики. Все. Осталось мне, в общем, топ-диспансер получить оттуда соответствующую запись. Штамп, справку. И продолжить оформление в этой же поликлинике. Да. Ну, естественно, кровь сдается по утрам. С 8 до 10. В каком кабинете указано. Вот. Анализ через 3 дня. То есть я, получается, не раньше четверга могу подать документы окончательно. Вот. Я вам расписала это подробно все. Дополнительно копии свидетельства о рождении. Свидетельства о рождении. У меня есть. Вот его копия. Так. Ну, это мне сотрудник ФМС обвела пункты. По-любому из этих пунктов, любой из этих пунктов, да, дает вам право на получение РВП вне квоты. Вот. Ну, то есть достаточно, если у меня один пункт есть, остальные я могу не собирать. Хотя у меня тут куча оснований получать. То есть по каждому практически пункту я могу получать вне квоты. Так. Дальше. Вы платите в банке, оплачиваете пошлину. Вы плачиваете пошлину в размере 1600 рублей сейчас на этот момент, декабрь 2017 года. Там довольно сложно, если вы делаете это в банкомате. Банкомат называется, да, это устройство. Я уже путаю банкомат, терминал. В общем, если делаете через банкомат, внимательно смотрите на вот эти вот все цифры. БИК там по-другому расшифровывается. По-моему, вот так вот. ОКВЭД. Если я не путаю. Я прошу прощения, если я вас запутала. Но первая цифра, первый шифр, который у вас запрашивается, он вот этот. Соответственно, вы его набираете. Дальше он сам автоматически вас выбрасывает на получателя МВД Республики Бурятия. И дальше ваша задача выбрать правильный вот этот номер КБК. Он тоже как-то там по-другому называется, другие стоят буквы. Но выбрать нужно именно этот. А там огромное их количество, ну штук 20, мне кажется, этих номеров. И нужно очень внимательно смотреть. Так что запаситесь терпением и стойкостью. Потому что в банкомат, как правило, бывают очереди. И сзади люди стоящие, они проявляют нетерпение и очень сильно вам мешают. Так что вот отрешитесь от всего и внимательно наберите все, чтобы все было верно. Вот. Так, ну я показывала в другом видео. Вот так, собственно, выглядит этот чек, ордер об оплате. Так, итак, вы документы все собрали, приходите. Здесь я сделаю одну небольшую заметку вам. Так, вы заполняете в двух экземплярах. Фото не приклеиваете. Приносите вот в таком виде. То есть приклеивает сам сотрудник. Все документы в работу у вас могут принять. Вы должны собрать все документы, кроме медицинских. То есть без медицинских документов у вас уже могут принять в работу это заявление. При принятии вам продляют срок регистрации и дают 30 дней. Но на самом деле мне продлили, я подавала какого числа? 28 ноября. И мне продлили срок на 60 дней до 26 января. Но они сказали, если 28 декабря в этом пакете не будет медицинских документов, то вам откажут в выдаче РВП. То есть вам дается срок на самом деле 30 дней, чтобы вы собрали быстро вот эти вот медицинские документы, о чем я говорю. То есть вот это вы подаете и это. Здесь наркология, здесь спидцентр и медицинское заключение, которое включает в себя тоже ряд специалистов, ряд справок. Так, ну и надеюсь все понятно. Если что-то непонятно, задавайте вопросы. Но вообще я вам рекомендую внимательно читать. Они следуют строго букве. Если какие-то непонятные моменты, ну как это свойственно нашим органам, они, конечно, интерпретируют не в пользу подателя заявления, а в свою пользу, если какие-то есть моменты. Но здесь вроде более-менее четко как-то. Еще какие моменты. От подтверждения владения, что касается сертификата о владении русским языком, от подтверждения владения русским языком, знаний истории России и основ законодательства Российской Федерации при подаче заявления о выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство освобождаются. Первое. Недееспособные иностранные граждане или иностранные граждане, ограниченные в дееспособности. То есть если у вас есть документ, подтверждающий вашу недееспособность или ограниченную дееспособность, вы его предъявляете. Второй пункт. Иностранные граждане, не достигшие возраста 18 лет. Ну это понятно. Иностранные граждане мужчины, достигшие возраста 65 лет. То есть пенсионный возраст плюс 5. Иностранные граждане – женщины, достигшие возраста 60 лет. То есть пенсионный возраст российский плюс 5. Пятый пункт. Иностранные граждане, не являющиеся участником государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей, переселяющиеся совместно с ними в Российскую Федерацию. 6. Иностранные граждане, высококвалифицированные специалисты и члены их семей, обратившиеся с заявлением о выдаче вида на жительство, указанного в пункте 27 ст. 13.2 Федерального закона 115 ФЗ. Я не знаю, что именно, я не знаю содержание этого закона, но подозреваю, что высококвалифицированные специалисты, которых, видимо, приглашены, то есть нужные стране люди освобождаются от сдачи этого сертификата, от сдачи экзамена на знание русского языка и истории России. 7. Иностранные граждане, обратившиеся с заявлением о выдаче вида на жительство в связи с признанием носителями русского языка в соответствии со статьей 33.1 Федерального закона 31 мая 2002 года, номер 62 ФЗ, о гражданстве Российской Федерации. Я тоже не знаю содержание этого закона, но смотрим ключевое слово, обратившиеся с заявлением в связи с признанием носителями русского языка. Если вас признали по этому закону носителем русского языка, вы также освобождаетесь от сдачи экзамена. Так, ну, по-моему, все, да, если что-то непонятно. Да, кстати, здесь свидетельство о заключении брака у меня тоже, его тоже нужно предъявлять, и копия этого документа у меня имеется в деле. Здесь также в этом деле есть копия отрывной части регистрации, регистрационной формы, копия миграционной карты, вот, и причина того, что мне отказали в приеме заявления, это вот этот документ, удостоверение личности, он не годится. Должна быть копия паспорта. Это загранпаспорт гражданина Республики Казахстан. Ну, это все. Я очень рада, если бы была вам полезна. Вот, в общем, старайтесь все заполнять сами, не прибегайте к услугам случайных людей, потому что сейчас, побывав в миграционной службе, я видела много людей заворачивали, ну, вот, идут люди, которые плохо владеют русским языком, и сотрудники ФМС их обратно заворачивают неправильно заполненные формы. Так что внимательно и не прибегайте к услугам случайных людей. То есть они заплатили 500 рублей, а им еще и заполнили неправильно. Вот, так что я всем вам желаю удачи, быть внимательными и успешными в получении того, чего вы хотите. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, и следите за моим плейлистом иностранцам в Российской Федерации. Всем пока.